В первую очередь это духовная святыня. Второй момент, конечно же, это художественная и архитектурная, потому что это один из самых больших костелов Беларуси. Гродненский фарный костел и Буцловский, это два самых крупных костела. Это костел с титулом Малой базылики. Малых базылик в мире всего 1700, из них 1200 в Италии и 500 по всему миру. Вот из этих 500 три у нас, и Пинц Гродный, и вот один из них Буцлов. Это уникальный алтарь деревянный, который был установлен в середине 17 века, и является, на момент установки он являлся на территории Великого княжества Литовского таким ноу-хау. Это орган Николаса Янсена, который является ныне единственным стопроцентным оригинальным. Шесть органов вот таких вот Янсена сохранилось, два прям вот нетронутых, один в Литве, но Янсен делал тот орган в возрасте 70 лет и явно уже был не в таких силах, чтобы сделать его самостоятельно. Поэтому наш орган, это орган, где есть автограф Николаса Янсена, это фактически страдивари нашей земли по изготовлению органов. Поэтому уникальностей здесь много, и они совершенно разные. На данный момент самое основное это кровля, она пострадала на 80%. Вся центральная крестовая система обрушилась вниз, сейчас ведутся работы по расчистке. Уже позавчера начались работы, сегодня, надеюсь, ребята смогут закончить, посмотрим, как показ погоды везет. Поэтому основное это кровля. Вопрос по сохранности купола, потому что самая хрупкая часть это купол. Ну, вроде как предварительный осмотр говорит о том, что, ну, вроде бы как все нормально, но это тоже опять же вопрос, потому что сейчас пойдут дожди, поэтому нужно закрыть купол. Вода пошла в стены, как поведут себя фрески, росписи внутри храма, тоже пока что непонятно. Поэтому тоже это нужно время, чтобы накрыть и дать этому всему высохнуть. Вода пошла в подвалы и в фундаменты, тоже вопрос, будут ли подмывы, потому что костел, если смотреть на фасад по правой стороне, дает осадку, и за 25 лет там с 3 миллиметров до нескольких сантиметров уже трещины в храме есть. Как раз-таки эта сторона в том числе очень хорошо проливалась, поэтому, как бы, вот это вот, наверное, основное. Ценности удалось вынести все, фактически все, что самое важное. Внутри костела пострадали лавки внутренние, потому что падали, со свода падали, как бы, остатки и бревна. Демонтирован частично старый алтарь. При обратном сборе тоже будут вопросы, потому что при демонтаже, естественно, это делали на скорую руку, там где-то что-то могло отколоться, и уже устанавливая обратно, соответственно, было бы неплохо провести его реставрацию, потому что, поистине, это уникальный памятник художественной ценности для Беларуси. С органом на данный момент состояние некритическое, ну, орган в целом нерабочий, ему нужна была реставрация, и нужна до сих пор. В 2018 году вышла книга «Органы Беларуси», и наш орган был помещен на обложку этой книги, потому что это самый уникальный орган Беларуси. На данный момент установлены датчики с лежением за влагой, влага превышает нормы, там более 80%, 85%, как бы это не есть хорошо, поэтому задача, опять же, накрыть купольную систему, чтобы не протекала вода, стараться высушивать орган, ну, высушивать его нужно натуральным способом, потому что, если поставить какие-то обогреватели, это будет резкое давление на дерево, поэтому здесь нужно, как бы, все постепенно делать. Вынесены трубы деревянные все, опять же, тоже вопрос, все равно их кантовали, их переносили, это все нужно собирать, поэтому, ну, вопрос по органу тоже стоит. Здесь уже, если делать, то делать все комплексно, потому что уникальных вещей в этом храме на самом деле много. Любой храм уникален, но Буцлав, наверное, все-таки по-своему важен. Продолжение следует...